В начале этого года Василий Николаевич Сафонов и председатель организации «Союз Чернобыль России» и чернобыльцы, и жители 38-го квартала обратились ко мне, чтобы провести текущее обслуживание моста. Памятный подарок горожанам получил вторую жизнь. Пешеходный мост у дома 261 по Приморскому шоссе в Сестрорецке подвергся капитальному ремонту и получил новый облик. Данная переправа была создана на частные средства в 2006 году. Открытие было приурочено к 20-летию с момента аварии на Чернобыльской АЭС. Мост стал подарком и дань уважения ликвидаторам той страшной аварии, проживающим в ближайших к переправе домах. В этом году я обратился к Игорю Леонидовичу с просьбой, чтобы подремонтировать этот мост, так как он уже немножко устарел, видно, что прогнили эти доски. И получилось так, если честно, мы не ожидали, что он пройдет такую реанимацию, реконструкцию мост. Он вообще принял другой облик. Был простой мостик, а сейчас он стал, как вообще в нашей России, даже вот тут недавно в Череповце Путин открывал вантовый мост. И вот уже у нас в Сестрорецке появился свой вантовый мост. Когда мы провели обследование, диагностику моста, то приняли решение сделать его капитальный ремонт. Мы полностью заменили деревянные настилы, перекрытия, провели антикоррозийные работы, покраску, заменили бетонные навершия на столбах, на несущих столбах. И когда уже покрасили мост, когда мост уже был готов, капитальный ремонт произведем, то очень захотелось сделать реновацию моста. И я пригласил того инженера, ведущего нашего эксель-холдинга, Вегеру Геннадия, и он разработал проект реновации, чтобы мост преобразовать в мост памятный. У нас есть желание сделать подсветку моста. И сейчас мы подаем документы на согласование, чтобы провести сюда электричество и пригласить специалистов, которые бы профессионально подсветили этот мост вантовый, памятный. Несмотря на востребованность данной переправы среди местных жителей, местные власти так и не взяли на себя обязанность по обслуживанию моста. Строительство, ремонт и реконструкция переправы происходило за счет личных средств почетного жителя Сестрорецка Игоря Коневиченко. И в этот раз на преображение моста памяти было потрачено свыше полумиллиона рублей. Я восхищен тому, что здесь поставлен мост. По красоте, по эстетике, по другим факторам. Я скажу, что он среди всех мостов города Сестрорецка выделяется. Это чудо. И чудо еще потому, что он предназначен для того, чтобы люди, которые имеют определенные физические недостатки, спокойно ходят по этому мостику или мосту и радуются. За 16 лет с момента открытия моста памяти данная переправа горячо полюбилась местным жителям. Тогда, в далеком 2006 году, на открытии моста присутствовала глава курортного района, а ныне председатель комитета территориального развития Наталья Валентиновна Чечина. И по сей день она следит за судьбой моста памяти. После масштабной реконструкции Вантовый мост простоит еще столько же, а то и больше. Главное – бережное обслуживание. Все жители Игоря Леонидовича выражают большую благодарность за этот мост, который был сделан. И также хотим пожелать ему дальнейших успехов, благ и всего-сего ему наилучшего желаем. 9 сентября в 11.30. Здесь будет торжественное открытие этого моста. Будет много-много интересного. Обязательно приходите. Продолжение следует...